Полутораминутный видеоролик, размещенный на Ютьюбе 13-летним тагильчанином Фёдором Коровиным, сделал уральского семиклассника и его отца известными всей стране, включая президента России Владимира Путина. Но вместе с тем принёс в их жизнь невероятные проблемы. Самого мальчишку и его друзей опрашивают сотрудники уголовного розыска. Учителя советуют Фёдору больше не ходить в школьную столовую. Его высказывание касалось как раз школьного питания. А саму школу каждый день проверяют прокуратура, Роспотребнадзор и другие контролирующие ведомства. А всё началось с обычной беседы отца с сыном. Чем их сегодня кормили? Я придя домой, разговаривал с сыном по поводу того, как их кормят в школе. Мы давно эти вопросы обсуждали, я интересовался. И Федя начал говорить, я думаю, давай-ка я тебя запишу на видеокамеру и выложил просто-напросто в Ютуб. В итоге сегодня утром мне сообщили, что это видео попало на первый канал. И ладно бы, если только на первый канал. Известный писатель и журналист Захар Прилепин продемонстрировал размышления иного тагильчанина о школьном питании самому президенту России Владимиру Путину в ходе медиа-форума, организованного Общероссийским народным фронтом в Сочи. Захар посетовал, что чиновники знают о жизни россиян только из сюжетов, подконтрольных им же СМИ, что создает у них искаженную картину действительности. Но есть альтернативный источник информации, так называемая благосфера, где любой, даже самый маленький россиянин может сказать все, что думает. Я постарался отобрать наиболее приличное, чтобы дети хотя бы матом не ругались, потому что причина есть для того, чтобы ругаться. Будьте добры, покажите, пожалуйста, нарезочку на экран. Как вас кормят в школе? Вот нас в школе кормят, я считаю, не по-честному. Вот мы, как я, то есть платник, плачу деньги, где-то 450 за неделю, и нас кормят намного хуже, чем тех, кто не платит. Вот бесплатников сегодня покормили кашей, а нам дали тушеную капусту. Которую есть невозможно. Предваряя показ этого видео, Прилепин честно признался, что собрал его из нескольких роликов разных авторов, наложив ролики из различных школ России на слова тагильчанина Федора. В оригинальном видео Семиклая с них никаких картинок не демонстрировал. Я недоволен тем, как наши школи кормят. А вообще тебе нравится, как кормят в школе? Нет. Вообще невкусно? Нет. А то родители-то просто не знают, они деньги сдают и все, откуда не знают. Нет, там невкусно. Вообще невкусно? Нет, даже твой плов, папа, намного лучше, который там делают в школе. А гречку, ее делают на воде полностью жидкую, и она похожа на то, что я не буду вслух говорить. Слова о папином плове Федор Коровин сформулировал не очень точно, так что их смысл президентом был воспринят с точностью да наоборот. Якобы папа готовит еще хуже, чем в школе. Папа во всяком случае старается, может быть, не очень получилось у него на этот раз с пловом, но старается. Старается. Меня поняли неправильно. Я хотел сказать, что мне нравится папин плов, потому что он готовит очень хороший хлеб, также плов, блины. Я хотел сказать это совсем по-другому, и еще потому что я своего папу люблю. С момента демонстрации этого ролика президенту прошла неделя, и проблема недопонимания, чей плов вкуснее, оказалась самой пустяшной по сравнению с теми, с которыми столкнулись и сам Федор, и его отец, и школа, где учатся мальчик. По словам сотрудников 61-й Тагильской школы, у них начались ежедневные проверки столовой всеми возможными инстанциями, в дополнение к традиционным внутренним проверкам. Для отслеживания качества готовности блюд у нас работает в школе брокеражная комиссия, в состав которой обязательно входит медицинский работник, заведующая производством, представитель администрации, родительской общественности. Люди осуществляют брокераж в ежедневном режиме, и поскольку школа достаточно наполнена, на сегодняшний день обучается 925 человек, то брокераж осуществляется несколько раз в день, согласно расписанию. По мнению отца Федора, Ильи Коровина, проблема питания школьников не в качестве еды, а в выборе продуктов для ее приготовления. Обеды школерам готовит екатеринбургская компания Кейтеренбург. Обеды – это через тендер разыгрывается, какой-то частная компания это делает, да. Частная компания тоже зарабатывает свою прибыль, наверное, на нее тоже влияет увеличение налогов, увеличение цен на продукты, на топливо и так далее, и так далее. И все это влияет на в итоге качество товара. Хотя я считаю, что за 70 рублей обеды для детей могли бы быть хорошего качества, если бы сама бы школа распределяла бы эти деньги, и на эти деньги нанятые конкретно повара на этой кухне готовили для детей напрямую. Илья знает, о чем говорит. Покупкой продуктов и приготовлением еды дома он занимается сам. Потому что с растущими ценами и с нарастающей безработицей я уже научился на тысячу рублей в неделю выживать и жить по желтым ценникам. Приезжайте к нам в Нижний Тагил, это туристический центр сейчас у нас, местная администрация продвигает. И я вас лично научу, как можно из одной курицы приготовить три или четыре блюда. У людей, занимающихся кормлением учеников в этой 61-й и многих других школах, другой взгляд на проблему недовольства детей столовской пищей. Наше меню проходит многоуровневый процесс согласования до требований российского законодательства. Меню полностью обеспечивает физиологические потребности детей в основных ингредиентах, витаминах и микроэлементах. Способы приготовления пищи также регламентированы в детских учреждениях. Мы вынуждены придерживаться так называемого щадящего питания, как требует того законодательство и СанПины. Кормить жареным, однако современные дети в своем большинстве не готовы к правильному питанию. В родительских домах их кормят другой пищей, то есть с добавлением специй, соусов. По этой причине школьная еда для многих учеников, учащихся, кажется пресной. По словам управляющей, к качеству приготовленной ее компанией пищи у проверяющих претензий нет. А о вкусах, как известно, не спорят. Впрочем, по словам Ильи Коровина, отца автора обращения, показанного Путину, побывав вчера на родительском собрании, он узнал, что детей в 61-й школе после поднявшегося шума стали кормить лучше. Надолго ли эти изменения – другой вопрос. Но еще больше его настораживает нездоровое внимание власти к его сыну и ему самому. В письме, написанном Ильей Захару Прилепину, отец мальчика сообщает, что его сына попросили больше не обедать в школьной столовой. Директор звонила Илье и спрашивала, зачем они смонтировали ролик для Путина с неприглядными кадрами, не имеющими отношения к школе. Тем же самым сегодня у подростка интересовался и полицейский, представившийся сотрудником уголовного розыска. А еще он спрашивал, где работает папа, каков достаток их семьи. По словам Ильи, их с сыном пытаются выставить обманщиками. Хотя Прилепин честно сказал президенту, что это он собрал видео с различных страниц Ютуба, поскольку проблема школьного питания системная, характерная для всех школ. Захар Прилепин готовил материал по этой теме со всей страны. Просматривал, видимо, ту информацию, которая была. И вот за это видео, еще там какие-то видео, которые он склеил, он вот за это видео, видимо, зацепился и вот взял его и показал его президенту. Опасаясь, что именно он и его сын в итоге могут казаться крайними в том, что Свердловская область и Нижний Тагил, в частности, были показаны главе государства в неприглядном свете, Илья Коровин попросил Захара Прилепина поддержать их и взять на личный контроль эту проблему. Потому как нас с сыном пытаются выставить лжецами, написал Илья. Писатель опубликовал это письмо Тагильчанина на своей странице ВКонтакте со словами «Форум Народного фронта был хорош. Плохо, если результаты будут вот такими». «Форум Народного фронта»